Давайте разберемся, что такое контент-план, как он составляется и как можно повысить эффективность и скорость вашей работы по составлению контент-плана. Ну то есть слово план, оно здесь ключевое, это по сути распределение того, что мы пишем, для кого мы пишем, в каких форматах, на каких площадках и зачем. И для того, чтобы такой план составить, нам нужно, собственно, сделать предварительную работу. Что мы не можем просто взять из потолка, а давайте напишем про это, а давайте напишем про это. Хотя очень часто кажется, что многие контент-менеджеры именно так и поступают. Давайте не будем следовать плохим паттернам, плохим способам работы, мы будем следовать хорошим. Та схема, которую я вам сейчас покажу, она сделана специально для обучения. То есть, когда вы работаете реально над контент-планом, вы можете брать ее такую. И она просто такая подробная и развернутая. Когда вы уже понимаете, как эта штука работает, и голова научается думать контент-планированием, в принципе, некоторые колонки можно сократить. Я вам скажу, какие. Но для того, чтобы понимать механизм, способ мышления, способ размышления над конкретными материалами, тем, как думать. Поэтому вот эта схема достаточно подробная. Практически никогда не бывает у контент-менеджера, чтобы он или она публиковали материалы только на одной платформе. То есть, уже сейчас понятно, что есть либо сайт плюс социальные сети, либо две группы в разных соцсетях, либо там три группы в одной соцсети в зависимости от тематики. По-разному все устроено. То есть, никогда не бывает так, чтобы, чаще всего не бывает так, чтобы была только одна площадка. Тем более, если мы хотим публиковаться на каких-то партнерских сайтах, ну, всячески так развивать и расширять свое влияние. Поэтому у нас есть колонка, площадка, на которой мы публикуем. Дальше у нас обязательно расписанная аудитория. Не бывает никаких универсальных пользователей, не бывает никаких жителей нашего города, которые являются нашей целевой аудиторией. Нет. Сегментируем, желательно, максимально подробно. То есть, мы сличаем вот эти сегменты с направлениями нашей деятельности, что мы делаем, для чего мы делаем, какой у нас есть план мероприятий, какие ценности мы там продвигаем и двигаем дальше. Мы пишем несколько сегментов аудитории в зависимости от наших потребностей, от нашей сферы, нашей деятельности. Дальше. Раз это план, который помогает нам распланировать нашу занятость на какой-то календарный период, у нас обязательно должна быть дата публикации. Что у нас есть еще в обязательном порядке? Вот в учебном варианте я прям сильно рекомендую писать вот этот результат, которого хотим достичь, либо выбирать из нескольких готовых, заготовленных результатов. Но в целом нужно научить мозг думать результативностью. Просто так опубликовать, просто так послать письмо, либо там какое-нибудь сообщение. Это все история про вещание, это все история про коммуникацию. Про некоммуникацию как раз, только про вещание. Типа сообщили и пошли пить чай. Когда мы говорим про коммуникацию, осознание цели, зачем мы это делаем, зачем мы тратим на это ресурсы, зачем мы тратим на это время, вот это как раз оно воплощается в формулировку результата. В чем фишка вот этого шаблона, который я разработала, как раз в том, что он экономит время. Если мы заранее подготовимся к заполнению контент-плана, многие вещи можно делать полуавтоматически. Ну, скажем так, ну да, полуавтоматически. Значит, что у меня здесь заготовлено? То есть вот это первый лист в таблице. Это, собственно, контент-план. Это такая витрина, которая у вас будет перед глазами, когда вы будете этот контент-план создавать. Дальше у меня есть служебные листы, которые мы заполняем, например, вот нашей аудитории. Когда вы разрабатываете сегменты своей аудитории, вы можете их вот сюда вписать, обозначив, ну там, не знаю, журналисты. Если вдруг вы на них отдельно ориентируетесь, у них как бы своя специфика, да, там свои интересы, вы их сюда вписываете. Вот там, где, допустим, вписали сотрудников Министерства культуры. Ну, вдруг у вас есть такая отдельный сегмент аудитории, на которой вы отдельно работаете. Ну, то есть вы свои сегменты вписываете вот в этот лист. Дальше. Что вы делаете? Ваше направление деятельности. Следующий служебный лист отдельный. Там проводите ли вы открытые лекции, спектакли, там встречи клубов, автограф-сессии, интервью, там дистанционное интервью с писателями. Давайте впишем инстанционное интервью или там трансляция. Трансляция какого-нибудь лектория. Здесь вот открытые лекции оффлайн, например. Вы смотрите на свой план мероприятий и вписываете сюда типичные задачи, типичные форматы вашей деятельности, чем вы занимаетесь. Дальше. У нас есть площадки. Отдельный служебный лист, значит, площадки медийные, на которые мы работаем, на которых мы что-то публикуем с какой-то регулярностью. Сюда мы вписываем, естественно, свои, за которые отвечаем. И сюда же мы вписываем партнерские площадки, на которых мы можем что-то публиковать. Но в данном случае здесь, как пример, это блок на Мел.ФМ. Это большой сайт с большой посещаемостью, на родителей с детьми ориентирован. И там можно завести свой блог от имени своей организации, от имени вашего какого-то публичного человека, кто презентует ваш бренд. И там публиковать материалы, собственно, которые тоже, естественно, должны входить в планирование, если вы такой деятельностью будете заниматься. Это могут быть региональные сайты, это могут быть федеральные площадки тематические, тематические, связанные как раз сайты государственных служб, если вы туда публикуете что-то на регулярной основе, и вам нужно это учитывать. И обязательно вот такого типа площадки, типа личный аккаунт конкретного человека, Мария Ивановна в вашем случае, может быть, разные имена здесь подставляем, бывает так, что личные аккаунты работают даже лучше, чем аккаунты организации, да, или аккаунты компании. Ну, в моем случае это вот 100% так происходит. Да, у нас есть аудитория и в рассылках, у нас есть аудитория в группе, но при этом у меня есть моя личная аудитория, моего личного аккаунта, и какие-то наши яркие, большие мероприятия, либо акции, либо проекты, я всегда анонсирую отдельно в личном аккаунте, с отдельным текстом через личную такую призму и рекомендации. И это получает вот дополнительную волну интереса. Дальше, следующий служебный лист – это форматы контента. Это здесь вы, анализируя всякие разные, разнообразные форматы контента, сюда вы вписываете те форматы, которые вы берете в оборот. Ну, то есть не надо сюда писать все-все-все 92, которые там есть у меня в книжке. Вы берете только те, которые действительно не то, чтобы вам интересно было бы опубликовать, а те, которые вы готовы делать на регулярной основе, знаете, как их делать, и знаете, откуда брать данные. У вас достаточно этих данных и идей по поводу того, как это сделать. Ну, то есть вот здесь вы пишете свои форматы. И в нашей учебной таблице что, вот примеры, чего вы могли бы захотеть. Вот я этот пост публикую для того, чтобы люди поучаствовали в дискуссии. Следовательно, сама формулировка, сам формат поста должен предполагать, должен провоцировать людей на комментарии. Это может быть либо вопрос, либо это какая-то цитата и приглашение к дискуссии, либо это запрос на рекомендации, рецензии, отзывы и так далее. То есть от результата очень сильно зависит формат, в котором и там стилистика, и тематика, которые мы будем публиковать. Это вот тоже примерное. Вы можете дописать свои, то есть подумать, поразмыслить. Что в результате вот, собственно, такой кажется, что сложной, но на самом деле не сильно сложной схемы, что у нас получается. Наш контент-план – это связывание нашей деятельности с интересами целевой аудитории и создание контента, которое бы вот эту вот коммуникацию налаживало между нами. И вот запрограммлена эта штука таким образом, что вам не надо писать каждый раз своей аудитории, вам не надо их вспоминать, вам не надо вспоминать направление вашей деятельности. Если вы заполнили все служебные листы, то у вас на главной странице будет вот такая работать выпадашка. На кого мы ориентируемся? Родители дошкольников. Что мы им продвигаем? Трансляция «Лектория» пока сидят в онлайне. Дальше тема публикации. Здесь я не смогу вам заготовить, и вы не сможете заранее заготовить. Здесь вот как раз место для креатива. Мы сконцентрируемся на том, чтобы придумывать, какой ракурс, какой фокус, какую подачу той или иной темы давать. Ну, например, проверь себя на грамотности или проверь, сколько книжек из школьной программы родителей помнят. Ну, не школьники, у нас это школьники, поэтому узнаете ли вы героя сказки. Ну, то есть здесь у вас фантазия будет лучше, чем у меня, поэтому даже не буду пытаться. В каком формате публикацию мы это сделаем? Опять выпадашка, все, что мы заготовили там. Если вы хотите что-то добавить, вы просто в тот служебный лист добавляете. Вот вы делаете, например, тест викторина. Площадка, на которой мы публикуем, это будет у нас, допустим, наш сайт, и результат, которого хотим достичь. Упс, сейчас 5 секунд. Сейчас я сделаю так, чтобы здесь тоже была выпадашка. Выпадашка данные. Настроить проверку данных. Взять это из планироваемого результата. Взять это. Вы сможете добавить свои, и они будут там показываться. Ну, так вот, быстренько мы показали, как работать, как делать такие выпадашки для Google документов. Значит, если вам не хватает, знаете, да, что если там тянете за уголок, то тот же принцип организации информации, какой есть в ячейке, то он просто дублируется, реплициплицируется. Если вам нужно дальше туда продлить, вы берете просто ячейку, выделяете, и за хвост ее тянете вниз, и у вас открывается дальше. Ну, и, собственно, что у нас здесь получается? Результат. Мы хотим, чтобы они купили билет. Нет, мы не хотим, чтобы они купили билет. Мы хотим, чтобы они там, типа, прошли тест. И вот когда у вас вот такая строка получается, во-первых, у вас мозг начинает думать связанно. Очень часто, например, журналисты, я их ругаю в хвост и в гриву. Журналисты очень часто, когда публикуют материалы на сайте, сидят на планерке, про что бы нам еще написать. Нет, контент-маркетинг и контент-менеджмент это абсолютно планируемая, осознанная деятельность. Это вот совсем далеко от самовыражения и каких-то там высасываний тем с потолка. Мы занимаемся созданием, планируемым созданием контента. Поэтому вот когда вы видите эту строку, во-первых, вы наглядно видите причинные связи. И можете обсуждать даже в команде, если вы работаете с коллегами. Мы зачем это постим? Мы зачем этот онлайн-проект делаем? Мы зачем этим занимаемся? Потому что нам нужно родителей и школьников пригласить в наш онлайн-лекторий. Сделали мы это через интерактив и результат, который мы померяем, вот собственно прохождение теста. То есть вы наглядно в одной строке буквально видите и видите логические состыковки, несостыковки. И для того, что... Вот очень важно, чтобы мозг научился так думать. Вы там отдельно освоите разнообразие форматов, вы отдельно освоите, каким образом делать. Одна из тем будет кросс-медийное планирование, когда вы одну и ту же тему по разным площадкам проводите в разных форматах. Это уже такой прям... синий, зеленый пояс по каратэ, по уровню. Но вот в целом нужно научить мозг, нужно научить глаз профессиональный, видеть, с кем мы разговариваем, с каким Винни-Пухом мы разговариваем, зачем, через какой канал, через какой формат и что мы хотим ему сообщить, какую обратную связь мы от него хотим получить. Тогда, собственно, это у нас получается и контент-планирование. Вот, собственно, и вся базовая тема. А дальше магия и, собственно, выстраивание коммуникации в сообществе, наращивание сообщества, узнаваемости, лайкательности и популярности, оно вот как раз в умении, в вашем умении понимать, для кого вы работаете, какой контент будет максимально интересен, какой формат будет адекватен для вот этой аудитории. И, собственно, магия, она абсолютно в вашем профессионализме, в вашем творчестве, в вашем неравнодушии и креативе. Вот такая тема.